Всем привет! Друзья, по вашим многочисленным просьбам, мной был изготовлен этот пневматический пистолет, пружинно-поршневого типа. Эта штуковина не является оружием, и заводские аналоги можно запросто, без разрешений и лицензий, купить через интернет в различных магазинах, таких как отдых и туризм, рыбалка и охота и тому подобных. Теперь приступим к процессу изготовления. Поехали! В первую очередь мне понадобилась абразивная развертка с возможностью регулировки. Состоит она из деревянной части и анкерного болта, вот с такой вот гаечкой, которую я зашлифовал. Она закручивается с помощью обычных плоскогубцев, а фиксация происходит с помощью суперклея. Деревяшку я обтачивал в токарном станке, но ее запросто можно сделать и с помощью обычной дрели. Надрезы я сделал с помощью бормашинки. Теперь я произвожу шлифовку, после которой выполню полировку. Все это надо для того, чтобы внутренняя поверхность нержавеечной трубки была гладкая и компрессия была хорошей. Полировку я сделаю точно так же, как и шлифовку, только буду использовать тряпку, на которую нанесу пасту ГОИ. Процесс изготовления ствола абсолютно стандартный. Стальную баланку я закрепил в патроне и провожу глубокое сверление. Ствол у меня будет гладкий, то есть под шарики. Наружный диаметр ствола был обточен таким образом, чтобы на нем плотно сидела пружинка, которая будет его толкать. На обоих концах была сделана резьба М10. С одной стороны будет крепиться поршень, а с другой наконечник. А вот и сам поршень. Он был накручен на ствол. Я провожу обточку, так чтобы его диаметр был на пару десяток меньше, чем внутренний диаметр трубки. Эта проточка нужна для фиксации поршня на шептале. А вторая полукруглая проточка будет удерживать на себе прокладку. Она была куплена в обычном сантехмагазине, но лучше всего использовать сделанную из масло-бензостойкой резины. Ну а эта процедура нужна для того, чтобы была хорошая компрессия, но поршень мог свободно скользить внутри цилиндров. С той же самой целью был зашлифован ствол. Так выглядят в сборе все детали пружина поршневой группы. Вот эта трубочка будет находиться в цилиндре, в нее будет упираться пружина. Она будет попросту припаяна. Поршень ходит без люфта, но в то же время не слишком сильно тормозится. До того, как начать работу, я накидал простенький эскиз с указанием основных деталей и их приблизительных размеров. И следующая деталька, которую необходимо сделать, это хомут. Он будет оттягивать пробку. Друзья, я отлично понимаю, что далеко не у всех есть токарный фрезерный станок, но в ранних своих видео я показывал, как без них можно обходиться. На тот случай, если у вас нет опыта, желания или материалов, есть еще один вариант, который вам понравится. Это попросту обратиться к специалистам, у которых есть презерные, токарные станки и тому подобное. Как правило, у таких людей есть абсолютно все расходные материалы и инструменты. Найти их всегда можно на заводах, фабриках, сервисных центрах, различных мелких мастерских, а также учебных заведениях. Хотя, наверное, самый простой вариант найти такого спеца, это забить в строку поиска название вашего города и вбить дальше фрезерные и токарные работы. И тут же у вас появятся результаты. Как правило, каждый такой металлообработчик способен моментально по эскизу или чертежу определить, относится эта штуковина к огнестрелам или же мирной пневматике. Если это огнестрел, то вас просто пошлют на три веселых буквы, а в худшем случае сдадут в полицию. Точно так же, абсолютно любой пружинно-поршневой пневматический пистолет распознается просто как пневматика, за которую нету никакой статьи абсолютно. Хотя, всегда есть дурачки, которые пишут в комментариях статья, статья, статья. Ну, а вот лично я ничего на заказы, на продажу не делаю. Основная цель всех моих разработок это просто вас порадовать видосом и сделать себе коллекцию. На самом деле, самодельщиков покруче меня очень много, но никто не хочет это снимать на видео, по той простой причине, что сам процесс съемки очень-очень тяжелый. Гораздо проще показать готовое изделие. Толстую дюралевую пластинку я закрасил с баллончика черной краской. Ее я купил, кстати, на барахолке за 4 доллара. Она идеально подойдет для моей задачи. В ней будет находиться система натяжения и спусковой механизм. Конечно, гораздо было экономнее разрезать ее напополам, а ручку сделать деревянной. Но мне хотелось сделать все покрасивее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я решил немножко отдохнуть от фрезеровки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обыкновенный свечной парафин нужен для того, чтобы он впитался в формочки и потом накладки нормально отделились от нее. Короче говоря, парафин я добавлял несколько раз, пока все это дело насквозим не пропиталось. Я набодяжил эпоксидные смолы и добавил туда немножко сажи. Эпоксидку я подливал совсем понемногу и ватной палочкой все это дело равномерно распределяю, чтобы во все щели затекло. Эпоксидка стынет, а я продолжаю фрезеровку. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас хорошо видно то место, где будет находиться спусковой крючок и рычаг шептала, а также сверленное место под пружинку. Накладочки отлично застыли и их осталось немножко доработать с помощью наждачка и напильника. Получилось все достаточно качественно. Элементы спускового механизма и взведения я решил сделать из толстого листа углеродистой стали и теперь нарезаю заготовки. Не переживайте, я знаю, что существуют специальные фасонные фрезы для фрезеровки округлых поверхностей, но у меня их попросту нету, зато есть напильник. Рукояточка в руке. Лежит просто обалденно удобно. Всем советую хоть раз в жизни подержать P08 в руках, тогда вы меня поймете. Пришло время изготовить рычаг шептала, на котором будет во взведенном положении удерживаться поршень, а также курок. Их, кстати, можно сделать с помощью обычной бормашинки и набора напильников. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жмем на курок и все это дело отклоняется, поршень летит обратно Обязательная часть этой конструкции резиновая пробочка, которая будет гасить удар и создавать герметичность для того, чтобы воздух не вытекал Для ее изготовления я взял отрезок трубки и заточил в токарном станке И теперь из толстой резины эту прокладку выпрессовываю Будет упираться она в эту стальную пробку, которую я сейчас сверлю Этот отрезок трубки та самая порка, в которую упирается пружина Я ее покрыл паяльной кислотой, хлористым цинком и делаю лужением Нержавейку лудит значительно сложнее, потому я наношу слой соляной кислоты, даю постоять И не смывая соляную кислоту, наношу хлористый цинк и делаю лужением Короче говоря, ее я залудил где-то на 2 см глубину, так чтобы полностью вставка по всей длине припаялась и было все надежно Канифоль нужна для того, чтобы олово с оловом нормально сплавилось Все острые грани я загладил с помощью надпиля и наждачной бумаги Это надо для того, чтобы поверхность нельзя было пораниться Ну и выглядело все достаточно красиво Туча ствола, где будет находиться поршень, я немножко развернул разверткой Это надо для того, чтобы воздух обошел магнит А магнит в свою очередь будет удерживать пульку Прокладку на поршни я смажу глюцеролом, он продается абсолютно в любой аптеке Нужно все это делать для хорошей компрессии Напомню, резина не масло-бензостойкая, потому обычное масло использовать нельзя Также я выточил 3 вот такие вот шпильки 6 мм Они будут удерживать на себе подвижные части механизма На курке стоит 3 мм Шарнирно-рычажный механизм, который служит для перезарядки, крайне примитивный Его полностью можно сделать с помощью одной болгарки, то есть без фрезеров Рукоятка перезарядки изготовлена из бука и закрашена эпоксидной смолой с добавлением сажа Держаться она будет на двух стальных штифтах, которые я также залью черной эпоксидкой Ну вот в общем-то и все, аппаратик полностью готов к работе Можно сказать, что он неотличим от заводских образцов Выглядит все аккуратно и сделано мной достаточно точно Хоть я в общем-то и не специалист Друзья, я думаю многим из вас было бы интересно узнать, почему я так подолгу тяну такие проекты Объясню, дело в том, что сама по себе съемка процесса изготовления Отнимает очень много сил и времени То есть камеру надо вращать, настраивать, приближать, отдалять, смотреть, чтобы не было распуки и сыровки Потому, естественно, такую штуку нельзя сделать слишком быстро Вариантов исполнения этой конструкции может быть огромное количество Например, рычаг перезарядки может находиться не спереди, а например сверху И тогда конструкция будет еще компактнее Вы всегда можете в комментариях выражать свои пожелания, а также критику этой конструкции Или что стоило бы сделать иначе Буду за это благодарен А также оценивайте видео пальцами вверх и пальцами вниз Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь Будет еще много интересного и полезного Кто подписан, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видео Ну а теперь пришло время пошмалять Если кто позабыл, то стрелять я буду шариками калибра 4,5 мм Для газобаллонной пневматики Мощность приятно удивила Я не думал, что пулька так глубоко зайдет в этот лист Смотрите, тут несколько сантиметров Хреновина, по которой я стреляю Изготовлена из очень прочного и толстого картона Но его прошибло на вылет Жестяная баночка сдалась после первого выстрела Скорость полета пули около 100-110 метров в секунду Но это не точно Конечно, пневматичка быстрее разбила бы тарелку Но если говорить о габаритах, то эта штука все-таки выигрывает Именем канала Токарка эта бутылка была приговорена к расстрелу Алкоголь наш враг А врагов мы не боимся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сука, куда лапу? Я попал в свечку, я вижу даже куда Как позднее выяснилось, пульки пролетали сквозь огонь Но не гасили его Стрелковый тест прошел вполне успешно Эта штуковина имеет весьма пристойную мощность Как для своих габаритов К тому же для стрельбы не нужны весьма дорогие баллончики Нужны только пульки У меня появился интересный к вам вопрос А за сколько вы бы эту штуку купили Если бы у вас в спортоварах она продавалась? Благодарю за внимание Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok